За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал. Обстановка вдоль линии разграничения существенно не изменилась. На Луганском направлении было два обстрела. При этом тяжелые вооружения не применялись. В районе населенных пунктов Талаківка, Широкине та Двічі поблизу Водяного. Також неподалік Талаківки та Водяного зафіксовано ще два ворожих обстріли з мінометів калібру 82 мм. В районі населенного пункту Авдіївка наш опорний пункт опинився під вогнем зі стрілецької зброї, у тому числі великокаліберної. В Евросоюзе отказались от банковской тайны. Об этом рассказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Масковиси. По его словам, теперь о любом открытом, например, Швейцарии счете сразу становится известно налоговым органам. Он также напомнил, что договоренности об обмене информации были подписаны помимо Швейцарии с Литтенштейном, Сан-Марина, Андорро и Монако. Напомним ранее, Совет Министров экономики и финансов стран Евросоюза одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы Странсоюза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. За этим раненым ирбисом ухаживают в реабилитационном центре диких животных в Иссы Кульской области Кыргызстана. Ирбисы или снежные барсы обитают в горах Центральной Азии от Гималаев в Индии до Южной Сибири. «Барсы здесь с 2002-го. Территория растянулась на 700 метров. Были построены дополнительные клетки. Это ещё 100 метров. На этом этапе у нас три снежных барса. Самец кунак, самка алсу и детёныш спине, который родился здесь в 2009-м». Реабилитационный центр построила немецкая природозащитная организация НАБУ. Здесь выхаживают раненых ирбисов и снова выпускают в дикую природу. Но часто животным приходится оставаться в клетках до конца жизни. Алсу повредила лапу, попавшись в капкан. Кунака спасли из цирка, где его держали незаконно. В Кыргызстане ирбис считается священным животным. Однако в 90-х из-за экономического спада популяция этой кошки в дикой природе сократилась до сотни. За последние четыре года власти добились роста популяции. «В настоящее время на территории Кыргызской республики, по мнению экспертов, то есть по экспертной оценке, обитает около от 300 до 500 особей снежного барса». Однако в других регионах численность снежного барса сокращается. При этом учёные отмечают, что часто вообще неизвестно, сколько барсов обитает в определённой местности. «Потому что сейчас даже при достаточно усиленном изучении учёные до сих пор не знают, сколько их есть, потому что их так сложно изучать в горной местности». Снежные барсы обычно обитают на высоте более 3000 метров, охотятся на горных парнокопытных. «Довольно сложно предсказать, что случится вообще с горной экосистемой, если барс исчезнет. То есть явно будут какие-то последствия для всей экосистемы. То есть это не только один вид исчезнет, но и будут негативные последствия на его, опять же, кормовую базу. И всё это по цепочке неизвестно как скажется на всех, включая людей». Главная причина исчезновения Ирбиса – сокращение ареала и мест их охоты, отстрел пастухами, которые защищают свои стада и браконьерство. В 2013 году Кыргызстан в числе 12 стран взял обязательство активно восстанавливать популяцию. Одна из главных задач программы – борьба с браконьерами. В настоящее время в дикой природе насчитывается около 4000 ирбисов. Ветер уже во вторник помешал соревнованиям горнолыжников в Пхенчхане. В понедельник перенесли состязания по женскому и гигантскому славалому. Они пройдут на горнолыжную базу «Йон Пхен» в четверг. В тот же день состоятся и старты в скоростном спуске среди мужчин. Ранее их тоже перенесли из-за ветра. Не удалось вовремя провести и квалификационные соревнования по сноуборду в дисциплине «Слоп стайл» среди женщин. Их пришлось задержать. Согласно прогнозам, сильный ветер будет сохраняться еще сутки. Сейчас его скорость превышает 70 км в час. Из-за него не работают подъемники, которые доставляют спортсменов на вершину горы. В истории Олимпийских игр ветер не раз смешал соревнованиям горнолыжников. Редко когда приходилось менять график. Между тем организаторы игр сообщили, что хакеры совершили атаку на компьютерную систему Олимпиады в день открытия. Критически важные функции не пострадали. Но была нарушена работа интернет и телевизионных сетей. Организаторы пока не разглашают, кто сообщил об атаке и кого подозревают. Я определенно этого не знаю. Но международная практика показывает, что о таких атаках публично говорить не нужно. Что касается самих соревнований, то в медальном зачете лидирует Германия с тремя золотыми медалями и одной бронзой. На втором месте Голландия. У нее два золота. За ними следует Норвегия, у которой одна высшая награда и при этом больше всего медалей в целом восемь. Среди медалистов 11 февраля оказался австриец Давид Гляйршер. Он завоевал золотую медаль в одиночных соревнованиях по самому спорту. В этом видео он принес в своей стране золото впервые за 50 лет. Вообще победителем должен был стать немец Феликс Лох. Но в финальном спуске из-за грубой ошибки он лишился какой-либо награды. А это еще один призер американец Редмонд Джерард. Он победил в соревнованиях по сноуборду в дисциплине слоуп стайл. Ему всего 17 лет. Он был самым молодым среди соперников. У меня челюсть отвисла. Мыслей было мало. Для меня это было полное безумие. В Хинчхане разыгрывается рекордное количество комплектов медалей за всю историю игр. 102 в 7 видах спорта. В Хинчхане разыгрышポинety В Хинчхане разыгрыш através в студии игр. Следующий номер из всех концов. Хинчхане разыгрыш... Продолжение следует...